Все те грабли, на которые наступили, на них не наступить, я считаю, что мы наступим на всякий случай. В Украине по-другому не было никогда и не случилось. Вот это вот так для задравки. Конечно, Национальный банк, который в данном случае выступил инициатором и создателем законопроекта, нового абсолютно. Не секрет, что изменения в закон про платежные системы пытались внести несколько лет с несколькими законопроектами, и все это было безуспешно. Поэтому, конечно, все шишки полетят на нас. Готов ли рынок, я, согласно с Александром, наверное, не готов. Но это тот челлендж, который нам всем предстоит, и поэтому мы все сознательно в это входим. Добрый день. Коллеги говорили про законодательную часть вопроса, я бы, наверное, сказал больше про бизнесовую. Если говорить, готов ли бизнес к рынку, скажем, к подходу Open Banking, то возникает вопрос, а кто, да, тот драйвер, с точки зрения бизнеса, кто хотел, чтобы Open Banking в Украину пришел. Я думаю, что у банков, на самом деле, хватает вопросов, связанных с построением принципа розничного бизнеса банковского. Ну, это мое личное мнение, да. С точки зрения Open Banking, ну, вот те игроки, которые сейчас есть на рынке, то, что называется там, нео-банками, те первые проекты, которые появились, в принципе, они проблему, скажем, анбординга клиентского и других процессов операционных, связанных с обслуживанием клиентов в банке, не решили по сути. И таким образом, даже, наверное, для них вот тот барьер, который стоит преодолеть, чтобы, да, соответствовать законодательству существующему, является неким таким барьером для новых игроков на этом рынке. Поэтому, с точки зрения бизнеса, я не вижу особых, там, инициатив в этом плане. Возможно, многие ждут каких-то внешних глобальных игроков, но я думаю, что они столкнутся с тем, что есть очень много нюансов законодательных и дополнительных вопросов, как бы, да. Поэтому тут тоже, я думаю, не так все быстро, не так все просто будет. Добрый день. Что касается готовности законодательного без проблем, не так все просто это запустить, и, возможно, мы перескочим часть проблем, часть этапов, которые были запущены в Европе. Скорее всего, мы потом с парку схемей не пойдем, потому что зачем какая-то ошибка. Мы найдем свои ошибки, мы создадим обязательно, без этого никуда. Бизнес. Бизнес можно разделить на две части. Это классический банк, в котором есть большие игроки, они запоренелые, они огромные. У некоторых внутренней системы в 90-х, в начале 2000-х годов им очень сложно провести реорганизацию, запустить хоть что-то внутри себя. Да, они мощные, если они примут решение, они могут много чего сделать, это долго. С другой стороны, действительно, есть необанки, есть финтехи, которые с удовольствием на это влезут. Меньше косты, меньше инертность и так далее. Вот у них готовность есть, но из-за первой проблемы законодательной они не сильно в это идут. То есть они на низком старте, но уже подошли к беговой дорожке. И третий момент, который мы не обсуждали еще, это готов ли сам рынок потребителей под это. Вот потребители, в принципе, смотрят в эту сторону, потому что потребители смотрят на иностранные рынки, потребители пользуются иностранными продуктами. Где-то кто-то, особенно большая прослойка IT-специалистов и так далее, которые временами являются драйверами на рынке новых технологий, именно по использованию по потребности. Поэтому третий сегмент тоже нужно рассматривать. И если кто-то из иностранцев большой будет заходить сюда с проблемами и так далее, да, он снимет часть в сливах сразу. Но наши соратники, наши сотрудники, наши коллеги на украинском рынке тоже это будут отстаивать. Но потребности есть, и тот же Национальный банк не просто так хочет имплементировать опыт Европы, что там на тебе уже пользуются. Поэтому, да, к этому нужно идти. И пока больше всего готовы потребители. Ну, я тут как представитель, наверное, единственных, не банков, жуда. Мы очень хотим этого. Что касается людей, то я думаю, что у нас на самом деле люди не знают, что такое OpenBank. Потому что, допустим, мы в Гонконге не знают, но мне сейчас кажется, что там немножко это более развито, чем у нас. Потому мы ждем, в общем-то, от банков каких-то инициатив хороших. И надеемся, что они будут как-то стремиться к этому. Потому что, если честно, мы со своей стороны там не очень верим, что там банкам это надо. Потому что они считают, что они уже дают достаточно хороший сервис. И, в принципе, им вот эти терепишки, они, в принципе, не нужны. Вот, но посмотрим. Коллеги, а вам не кажется, что мы путаем открытый банкинг и финтех проект? Значит, все не банки, которые хотят выйти на рынок, они, в первую очередь, не доступа куда-то хотят. Они хотят открывать счета. Давайте будем, в первую очередь, говорить об этом. Говоря о дате, сегодня в первом докладе Алексей Шабан из Национального банка Украины сказал, что ожидается, что опыт банкинг реально заработает в Украине не ранее, чем в конец 2022 года. По вашему мнению, насколько реальны эти сроки, насколько будут реализованы те инициативы, созданные, собственно, самим нас с банком, ну и насколько успеют сами банки перестроиться? Фактически, сколько-то, полтора года. Нет, два с половиной. Нет, два с половиной. Да, простите. Я, поскольку, я, поскольку, что сказал Алексей, давайте просто спросим, вот, тренд, еще у меня. Хотела просто обратить еще внимание, что ведь мы не только еще новые законы пропускаем, мы еще и модернизируем цепь. Да, и переводим его на стандарт С-222, вот сейчас ходим, да, как вы видите. Поэтому, да. Если говорить о законе, я верю в то, что он в этом году будет принят. Это он еще не внесет. На чем такая уверенность? Уверенность, ну, кто-то говорит про печатный станок по известному адресу. Я эту позицию не поддерживаю. Я считаю, что эта верховная рада приняла столько всего, что не принималась за последние пять лет, что я должен сказать хотя бы спасибо за это. Поэтому уверен, что закон не будет. Ну, вот, относительно спецификации стандартов и всего остального, мы, безусловно, постараемся повторить или создать свои ошибки. В это я тоже отчетливо верю. Но к своему предыдущему тетису. То, что как только лицензии первые будут выданы не банкам на открытие счетов платежных, появится альтернатива для банков, а потом закрутится экосистема, вот в это я верю отчетливо. В 22-м это случится, безусловно. Как раз было правильное уточнение. То есть я хотел бы тоже, может, проговорить. Судя, там чуть позже, возможно, при садинности сегодня к мероприятию. Мы говорим о том, что все банки должны поддержать открытка апель и возможность любого внешнего верка интегрироваться и получать соответствующую информацию, производить соответствующую информацию. Есть несколько моментов, которые, например, я считаю, что все банки будут испытывать, естественно, определенные трудности технические даже для реализации этой задачи. Возможно, если там все-таки, я немножко пессимистична в этом плане, позиция, да? Возможно, чуть ниже страху. И создавать продукты, которые могут быть универсальными с точки зрения финансовых банков, там и так далее, ну вот, не знаю, вот-вот пока. Я не думаю, что в эти сроки такая готовность будет. Принятие закона, да. 2022 год частично может быть, да. Мы обсуждаем об этом банкинг. К сожалению, придется затронуть тематику доли государственного банка в общей банковской системе, потому что пока не реализована полноценная стратегия выхода государства из этого сегмента. Будет проблема в том, что будет делиться информация со стороны госбанков. Они сейчас являются по факту самым крупным держателем данных, которыми они должны будут поделиться. Поэтому с реализацией параллельно вопросов по выходу государства из госбанков текущих, это будет уже реализовываться. Потому что реализовать сам опыт банкинг на практике, это будет сложно. Ну, да, согласен. Скорее всего, это будет очень сложно. И я думаю, что, скорее всего, без вмешательства неких государственных органов или нацбанка и создания некой организации, как было сделано в Англии, когда они, CMA, когда мандаты дали 9 банкам, они создали опыт банкинг LLC. То есть компанию, которая должна была разработать стандарт для этих всех банков с учетом пожеланий TTP-шек и ритейлеров, вот, и в этом случае и банки, насколько я знаю, там это самый, сейчас на данный момент, лучший кейс. Вот, если мы такого не будем делать, расскажем банкам, идите сами договаривайтесь, то, ну, будем откровенны. Во-первых, у нас там, по факту, наверное, банка 2-3 всего, которые готовы, в принципе, это сделать самостоятельно и могут это сделать. Один из которых уже тестирует от Monobank, уже давно довольно. Вот, но самое важное, что у нас есть настолько большие игроки, которые могут просто сказать, я могу, я хочу сделать так. Друзья, вы как хотите. И все, как бы, вот, потому я думаю, к сожалению, без помощи, там, МБУ или еще какого-то органа, наверное, это будет все очень тяжело и долго, и по итогу у нас будет, там, 5 разных стандартов или 7. Отсюда. Просто пару слов. Да, безусловно, вы правы, и вот опыт всех государств показывает о том, что необходима договоренность банков между собой, и необходимо государственное, в том числе, видение для того, чтобы приходить к единым стандартам. Будет ли это стандартом, это будет некой, ну, не знаю, может быть, для начала рекомендационной формой, но я думаю, что мы к такому диалогу придем. И, условно, с первым каким-то пользователем банком, потому что невозможно, наверное, всю систему страха заключить. То есть это будет диалог с начинающими, и дальше уже все будут. Поэтому мы будем говорить. Просто хочу сказать по поводу, там, если мы не обязываем никого, получится Берлины Групп. Вот, и сегодня нам рассказывали, что даже в рамках Берлины Групп приходится делать адаптер. То есть, вроде банк туда входит, ты вроде сделал адаптер, но он всем не работает. Ой, ты АПИ сделал, но он не работает. Необходим адаптер, который адаптируется ко всем банкам, которые входят туда. Хотя они вроде бы поддерживают один и тот же формат. Да, вы правы. С другой стороны, поставить мандат и поставить дату, это обвязать всех вложительности детей. То есть это, ну, как бы, серьезная вещь, и даже опыт Европы показывает о том, что даты эти не все, далеко не все готовы. Поэтому, да, конечно, адаптер это не лучшее, наверное, решение, но, тем не менее, это решение. Отсюда вопрос. Как, по вашему мнению, кто, по вашему мнению, должен разрабатывать стандарт? Рынок, все участники рынка, выбранные участники, национальный банк. Какая здесь роль, собственно, регулятора? Это не вопрос на звонку, это вопрос. С учетом того, что, например, мы, как ассоциация членов патронных систем, с регулятором вступили в дискуссию, хотим ли мы взять на себя такую копирующую роль, и до конца у себя внутри не приняли окончательное решение, я могу сказать за нас, да, потенциально мы хотели бы этим заниматься. Но мы понимаем, что здесь, кроме организационных моментов, которые предварительно с некоторыми банками были проговорены, есть еще финансовый аспект финансирования такого рода деятельности. Нельзя делать два часа в день одним человеком. Это должна быть группа специалистов, которые занимаются только этим и исключительно. Достаточно продолжительный период времени. Поэтому в то, что бизнес способен это сделать, я верю. Будем ли мы этим заниматься, я не могу сказать, да или нет. Но то, что в какой-то момент найдется группа людей, которые захочут скинуться, не факт, что это будут банки. Хотя, с другой стороны, сейчас мы наблюдаем, когда от банков чего-то хотят, я хочу напомнить, что банки тоже иногда от кого-то чего-то хотят. Например, они хотят от мобильных операторов подтверждение замены сим-карты. А мобильные операторы становятся в позицию открытого банкинга, а не пошли бы вы купить у нас эту услугу. Достаточно дорого. Или, например, государство, которое говорит, у меня нет унифицированных стандартов, и мы сегодня в том числе это обсуждали, по идентификации. И баз данных, которые правдивы, у меня тоже нет. Поэтому идите, решайте проблему сами. Тут, на самом деле, масса аспектов и нюансов, ответа на которых пока не знает никто. То есть мы шишки набивать будем. Это безусловно. Я считаю, что участвовать в этом процессе должны все участники. Естественно, кто поднимет флаг, возглавит движение, придет вперед, естественно, время покажет. Я бы, наверное, отдельно еще отметил вендоров, да и производителей, поставщиков софта, которые на сегодняшний день на рынке существуют. Потому что есть, на самом деле, решение, которое покрывает венды рынка. И, в принципе, я думаю, что через вот таких участников мы тоже могли бы достаточно продвинуться в решении этого вопроса. Например, могу привести пример наш. Мы сейчас работаем с банком, который обслуживается на процессинге UPC, имеет карточный бэк-офис из карт, и живет на операционном дне БИ-2. Я думаю, что такая конфигурация присуща банкам 30-40 в Украине. Если говорить про опередение, и того больше. Соответственно, если через практически конкретные решения, конкретные интеграции и доработки, и реализации идти вот с такими решениями на рынок, я думаю, что мы достигнем задач по внедрению банка в Украине, наверное, быстрее. Сделать мы сможем только что-то, если действительно будет рабочая группа и бизнеса, и софта, и банка, регулятора, может быть, каких-то других. В основном, действительно, софт здесь будет играть очень большую роль, потому что банки могут хотеть. Но есть много примеров того, когда банки, даже крупные банки, стоп-10, стоп-20, не смогли запустить у себя какой-то софт. Даже, например, смена опердня или доработка опердня под какие-то нормативы нацбанка, либо под хотелки акционеров, либо планы бизнеса. Это довольно-таки не дешевая штука. И, допустим,